Всем привет! Меня зовут Алена, вы на канале Козява Арт. Сегодня буду рисовать голову лошади, которая смотрит на нас. Для этого мне понадобится карандаш и линейка. Первым делом начинаю отмерять сантиметры. 2 сантиметра, 3,5 сантиметра, 1 сантиметр, 5 и 3. Сверху отмеряю, то есть не сверху, а то, что посередине будет. 2 сантиметра в одну сторону, 2 сантиметра в другую, потом по 0,5 сантиметров. Это будут глазки. Ну и собственно все. Теперь мне надо отмерить также с краю листа и нарисовать прямые линии. Горизонтальные и вертикальные. Вот такая схема должна получиться. Поближе сделаю, чтобы было видно. Вот эта точка. Это будет конец головы. Темечка. Здесь я нарисую глаза. Сейчас начну рисовать просто с полукруга. Он не доходит до нижней линии и не доходит до верхней линии, то есть примерно посередине. Сейчас я ему дорисовываю еще наверху веки и внизу вот такие штуки. Тоже типа мешки какие-то или что-то такое, складки, короче, возле глаз. С одной и с другой стороны то же самое. Как обычно в начале каждого рисунка я не знаю с чего начать. Хотя я сижу, вроде как прокручиваю в голове, но не всегда понимаю с какой стороны начать было бы проще. В этот раз я решила начать с глаз. Ставлю вот такие точки. Это посередине вот этого прямоугольничка. Делю пополам вот этот прямоугольник и еще пополам верхнюю часть. И провожу две линии. Эти линии помогут мне понять, какой будет наклон глаз. Ну вот эта вот часть внутренняя. Насколько она будет наклонена. И вот эти две линии мне помогают. То есть, собственно, в нижние можно убрать и оставить только возле глаз. Я их потом уже все сотру, когда начну стирать все с рисунка. И теперь от этого наклона глаз можно ориентироваться, докуда будут, собственно, эти складки и откуда они вообще будут начинаться. Забава в том, что эти складки не должны выглядеть вот так. Они должны выглядеть меньше, чем верхние. Иначе, ну, короче, будет вообще некрасиво смотреться. А верхние складки, наоборот, должны быть побольше, чем нижние. Это, ну, я их называю складки. Не знаю, как они точно называются. Скорее всего, веки, но я не уверена. Вот. Глаза я нарисовала, эти складочки тоже нарисовала. Теперь можно приступить к носу. Нос будет чуть меньше, чем этот прямоугольник. Рисую такие две линии. Сверху еще две. И дорисовываю нижнюю часть. Она идет на сужение. Там такие у лошади губы такие. Нижняя челюсть, она чуть-чуть все равно видна. Мне надо будет также прорисовать. Кстати, пока рисовала этот рисунок, мне почему-то дрожали руки. Видимо, давно не рисовала уже. Далее, довожу эти линии. Вот таким образом. Здесь прямые как бы соединяют от этих точек. Где-то примерно вот здесь провожу линии вверх. Это скулы верхней челюсти. Далее, вот такие две линии рисую. Это где-то середина будет. Вот серединка. То есть, ориентироваться нужно будет от нее. И теперь от глаз надо провести вниз линию. Так сказать, соединить это все дело. Вот таким образом. И можно нарисовать ноздри. Ноздри, они таки имеют, имеют форму какой-то капельки, я заметила. Где-то серединка отмеряю. Прорисовываю вот такую вот капельку. Я не знаю, на что похоже, но правда похоже очень сильно на капельку. И здесь вот такой вот как бы крючочек. И с другой стороны такая же ноздря. Желательно их рисовать параллельно, а не по отдельности. И тогда будут они даже похожи друг на друга. Ну да, больше на капельку она какая-то похожа. Вот такие вот ноздри у него большие у коня, у лошади. Все, дорисовала ему ноздри. Хочу нижнюю челюсть прорисовать еще, чтобы ее видно было. Вернее, верхнюю рисую, а те линии оставляю. Вот таким образом. Все обвела, теперь это все видно. И еще надо скулы нарисовать вот здесь. С одной и с другой стороны. Они таки выбирают, их видно. И, собственно, шею можно нарисовать, чтобы, так сказать, дополнить картину полностью. На самом деле меня еще смущало в этот момент, что это похоже на лошадь, но это еще покажет не совсем лошадь. А когда я дорисовала шею, мне уже стало более комфортно, потому что я уже стала видеть в этом лошадь. И остается только дорисовать верхнюю часть с ушами и все. Почему оставила это напоследок? Самое, ну не знаю, самое сладкое, что я хотела бы дорисовать. Вот, рисую сначала над глазами такие горбики и в верхах как бы заложу. От этой точки, которую в самом начале поставила, буду рисовать прическу, гриву. В одну сторону и сразу в другую сторону. Будете рисовать, не обязательно делать это супер максимально одинаково и так далее. Просто дорисуйте волосюшки и все. Конечно же оно там идет так вот от центра и в разные стороны. Сейчас это будет достаточно схематично, а потом уже я сделаю ему красивую прическу. Теперь рисую ушки. Ушки они, кстати, если их соединить, они получаются как бы овалом таким. То есть они так как-то стоят, что если провести дальше линии, то получится овал. Где-то с середины вот этой части я поставлю точки и здесь будет начало ушек с другой стороны. Они, кстати, очень сильно похожи на ноздри лошади. Ну, по форме именно. Это забавно. Вот, собственно, и все. Лошадку я дорисовала. Это была первая часть, где я показываю схему построения. Во второй части я буду ее штриховать и рисовать ей гриву. Ну, это схематично сейчас дорисую. Вот такое вот видео у меня получилось. Такая вот лошадка. Обязательно пишите в комментариях, понравилось вам или нет. Делитесь этим видео с своими друзьями. Лайк не забывайте ставить. И подписывайтесь на канал, если не подписаны. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok